Ой, ребята, я, конечно, не дождалась. Мне прислала посылку моя подруга Алина, за что ей большое спасибо. Ещё постаралась, тут написала Magic Birthday Box. Я убрала оттуда, там была бумажка упаковочная, там, короче, косметика. У меня просто скоро день рождения, и вот она сама решила собрать мне такой бокс. Вот, я, конечно, очень удивлена всему, что тут есть. Во-первых, тут есть какие-то конфетки кедровые, грильяш. Я такое ещё не пробовала. Ну, как кедровые орехи я ела, но вот этот бренд я вообще не пробовала. Мне будет интересно попробовать. Это палетка, что ли? А, это кисти. Шесть кистей для глаз. И ещё у них есть косметичка. Как-то хочется посмотреть, что это такое. Ой, тут внутри коробка ещё такая красивая, как будто маркером нарисована. Ничего себе, тут целый люкс. Ёлки-палки. Короче, я их достала, и тут на каждой кисти написано, там, blend, diffuse, pack, smudge, snudge. Короче, прикольно. Типа, каждая кисть для чего? И вообще, у них такой синтетический мягкий ворс, но при этом кисти упругие, то есть они не прям пипец мягкие, а упругие. Но при этом сами ворсинки, они вообще не колятся. И вот такие вот кисти, вот такой формы бочонок. Я очень люблю ими наносить вообще тени, набивать. То есть ими просто удобно набить именно в складку века и на нижнее веко. И ещё уголок глаза. Вообще, они для меня универсальные. А вот такими плоскими вообще удобно наносить какие-нибудь кремовые текстуры или какие-нибудь сияющие оттенки, если они, конечно, имеют такую текстуру, которую возможно ими нанести. И косметичка сама, она выполнена из такой, как, ну, типа хлопковой ткани, напоминающей даже джинсу какую-то. А внутри вот тут такие прям узоры. Ну, вообще симпатично, конечно, выглядит. Прикольная косметичка. И кисти тоже такие стильные. То есть у них минималистичный, как я считаю, дизайн. И при этом надписи классные, типа такой стрит-арт. Вот тут есть открытка вот такая. Я могу устоять против всего, кроме соблазна. То есть Аленечка, Алинка. Так. Аленке Аланке в ее клан. С днем рождения, дорогая. Желаю тебе в этот день, конечно же, частичка, здоровечка. Но помимо этого еще и стремительного роста и развития в делах семейных и карьерных. Желаю отдыхать в Дубайске каждый месяц. Все пиар-рассылки контента Вектор Дистрибьюшн. Ну, дай бог, дай бог. Если, конечно, бы меня не подводила программа для монтирования. Но это уже мои проблемы. Ладно. И вкусных гелей из Свикс Прайса за 59 рублей. И со вкусом сладкой шока колбасы. Ням-ням поцелуйчик. Блин, это забавно. Прикольно. И тут еще вот такая красивая наклейка Китти. Прикольная, кстати. Так, дальше что здесь? Селимакс. Fresh Blackhead Жужуба Клинсин Оил. Короче, это гидрофильное масло, видимо. Ну, попробую. Мне интересно посмотреть, как оно работает. Типа, может быть, попробую снять макияж. Хотя, оно типа о черных точек, я так понимаю. Что это такое? Маска Perfecto Япония Pharma Group. Маска для глубокого очищения. Короче, тут глина. Три вида глины. В общем, она какая-то очищающая. Я такой бренд не пробовала. Не знаю, что это. Первый раз, если честно, вижу. Я у нас такого в магазинах не видела, если честно. Так, маска. О, Яда. Кстати, Яда очень хороший бренд. У меня от него, по-моему, был крем. И он довольно-таки неплохой. И составы, в принципе, приличные. Здесь маска идет с... А, я не знаю, с чем. Зеленая маска. Дейли. Что здесь? Может, какая-то наклейка есть? Я просто не знаю вообще ничего о ней. Увлажняющая тканевая маска с цинтеллой. Отлично. Цинтелла прекрасный вообще ингредиент в косметике. Это хорошо. Так, вот это что такое? А, это спонжик. Без ликий, без латекса. Спонж. А что? Пластинкина и Алена Погребняк. О, круто. Алена, кстати... Я помню, у нее видео были в Ютубе вообще там снятые на камеру на фоне какого-то дома. А теперь она суперкрутой блогер. Ну, интересно, что тут за спонжик. Ну, кстати, у нее довольно удобная форма такая, каплевидная. И здесь еще есть название бренда, типа логотип. И вот тут вот такое красивое фото Алены. Ей очень идут розовые волосы, как я считаю. И здесь даже есть инструкция. Просто для многих кажется очевидным, что нужно спонж мочить, отжимать и наносить дальше с помощью влажного спонжа тональный крем. Но я была удивлена, что очень многие об этом вообще не знают. Я когда... Ну, бывает, общаюсь с кем-нибудь на тему макияжа, и люди говорят, о, вау, а я не знала, что... Или там не знала, что нужно вообще спонж мочить. Я думаю, что его можно использовать так, типа, только зачем его мочить. Ну, короче, прикольно. Просто его, конечно, вы можете использовать и в таком виде, в сухом, но во влажном виде у него меньше расход тонального средства будет. И покрытие будет более плотным, ну, как сказать, более равномерным, вернее, и достаточно деликатным. У меня здесь вокруг вообще супер домашний вид, потому что я просто сгорала от любопытства посмотреть, что здесь. Мне просто очень приятно. Так, что у нас здесь? Ого. Это солнцезащитный крем. Бренд очень такой популярный. Сейчас вообще этот тональный, хотела сказать, SPF, средство от данного бренда, очень популярно. Beauty of Juzon, Juzon. Я не знаю, как правильно, если честно, читается бренд. В общем, здесь пребиотики и рис. Я так поняла, как это вообще правильно перевести. Просто называется с пребиотиками. Корея. Здесь его 50 миллилитров, SPF 50. Я, кстати, да, я хотела его попробовать. То есть здесь, получается, есть экстракт. Короче, какой-то экстракт. Ну, хороший, кстати, состав. Здесь довольно современные фильтры. Вот метилбизбензотибель, короче, иногда очень сложно выговорить название всех этих фильтров. Эффиксил триозон. Короче, здесь достаточно много современных, ну, хороших фильтров. Так что возьмите на заметку данный SPF крем. Я попробую его и посмотрю, как он вообще на моей комбинированной коже будет себя вести. Просто интересно будет очень. Спасибо большое, Алина. Это прям круто, потому что SPF для меня всегда важно. И я никогда не жалею, когда они у меня в запасе, потому что я пользуюсь каждый день. Так, вот это что-то... Ой, это вручную ею сплетённая фенечка. Вообще... Ой, блин, я думала, тут мягенькая. Прикиньте, она такая двусторонняя. И внутри как будто что-то есть, но там ничего нет. Но вот из-за того, что два... Ну как, она объёмная, и кажется, как будто она мягкая. Короче, это на шее украшения. Вообще прикольно. Я люблю такое носить летом. Ну, насчёт офиса не знаю, но здесь очень нежные вот эти камушки. И, в принципе, с какой-нибудь водолазкой почему бы и нет. Если кто-то считает, что это детский стиль. Ну, вообще сейчас из бисера украшения очень модные. И, ну, как-то меня это уносит в вайбы моего детства. Потому что я помню, у меня там сёстры двоюродные плели всякие фенечки. И эта тема очень прикольная. Вообще, это самый лучший подарок, потому что это хендмейт. Мы с Алиной как-то обсуждали эту тему подарков. И реально лучший подарок это всегда хендмейт. У меня от неё есть ещё браслетик плетёный. Мне он тоже очень нравился. Я его летом носила. Он яркий. Потом покажу, когда буду уже подробно распаковывать всю косметику. Я просто вряд ли буду делать свочи сегодня. Ой, блин. У меня, кстати, да, это точилка от Парисы. У меня точилка уже потрескалась. И так что это будет очень кстати. Ещё у меня такое красивое оформление. Мне очень нравятся такие оттенки. Прикольно. Тут есть отверстие для большого карандаша и для маленького. Ну, вот такая вот она. То есть она с крышкой. Всё, видимо, накапливается вот здесь под крышкой. И дальше можно, если что, это оттуда доставать, когда накопится. Ну, я так понимаю. И ещё я достала кисть от Beauty Bomb из коллекции М. Это вот такая цветная кисть. Двуцветная. Розовая и чёрная. Она мне очень нравилась, но я почему-то как-то думала покупать, не покупать. И пока думала, она пропала в большинстве магазинов. И она, кстати, очень мягкая. У неё маленькая такая форма. Ей будет удобно, например, припудривать зону под глазами в течение дня. Там, например, если жирный блеск появился. Просто она такая маленькая. Ну, ещё ей можно хайлайтер нанести. Я не знаю, как она будет наносить скульптор. И румяна, чтобы не напятнить. Но она синтетическая, поэтому, в принципе... Ой, ей кремовые продукты тоже можно хорошо растушевывать. Я думаю, что вполне она с этим справится. Посмотрим. Прикольно. И здесь ещё карандаши. Вот этот, кажется, для бровей. Бренд Evelyn. Я ещё не пробовала, кстати, карандаши от Evelyn. Он автоматический. Здесь есть щёточка. Но интересно, кстати, посмотреть. Так. А вот это у нас, получается, карандаш. Бренд Ушас. Он просто белый. Но это хорошая подложка под какие-нибудь цветные тени. Почему бы и нет. Очень круто. И я думаю, что он должен быть стойким. Вроде как эти карандаши очень хвалили. Но что здесь? Я так поняла, что тут их очень много. Ничего себе. Мне кажется, здесь как будто целая линейка этих карандашей. Очень много. Голубой. Синий. Вот такой зелёный интересный. А это, по-моему, другой какой-то бренд. А, это бьюти-бомб. А я думаю, что так выбивается. Ну, интересный, кстати, может... Я не помню. Я, по-моему, его не тестировала в магазине. Но вроде он достаточно стойкий. Вот этот тоже Ушас. И вот этот тоже Ушас. Прикольно, кстати. Неплохо. Я очень рада. Мне приятно. Потому что я вроде как эти карандаши хотела. Но их нужно было вроде заказывать. Они, по-моему, продаются то ли в Улыбке Радуги, то ли где. Короче, интересно будет их посмотреть. Как они вообще работают. Что здесь ещё? Ой, тут две туши. Я думала... Что же там такое? Ну, вот это моя любимая тушь. Это Influence Beauty Futuristic. Я в ней уверена на все 100%. У неё вот такая тонкая силиконовая щёточка. Но она суперздорово прокрашивает ресницы. И ещё вот такая тушь. Это... Она называется High Tech. Бренд Evo Mosaic или Mosaic. Короче, я её хотела протестировать. Но, в общем-то, мы с Элиной обсуждаем часто косметику. И, получается, она мне её вот прислала. Увлажняющая формула. Максимальный объём. В общем, тушь рассчитана на объём. Ну, интересно. У меня ресницы, в принципе, длинные. И мне всегда нужен какой-нибудь объём такой. Но главное, чтобы ресницы не склеивало. Так. Ой. Что это такое? Это блеск. Madison Beer, кстати, бренд Morphe. Ни хрена себе. Прикольно. У меня, кстати, от Morphe никогда ничего не было. И я сейчас хочу посмотреть, как этот блеск вообще выглядит. Интересно будет. Тут прям такая суперупаковка. Неплохо. А, это просто такой... Вау. Слушайте, ну... Несмотря на то, что он из обычного пластика, но такой добротный пластик. И очень красиво эти грани выглядят. Они просто похожи на какую-то призму. И они даже как светоотражают... Ну, как они отражают поверхности. Прикольно вообще. То есть, не дешёвый такой пластик. Оттенок называется Mars, что ли. То есть, это, видимо, оттенок. Мне интересно посмотреть, какой он. Прикольно так. Какой у него интересный оттенок и плотность. Ну, такой нюдовый оттенок интересный. И чуть-чуть тёплый, но с каким-нибудь карандашом почему бы и нет. Он, кстати, практически не пахнет чем-то. Совсем слегка сладким пахнет. И он не липкий. Он такой просто глянцевый, питательный. Ну, слушайте, вообще отличная формула здесь. Классно. И вот там, я так понимаю, может быть, румянный или палетка. Ватные диски, спасатели, посылок. Они просто всегда спасают от битья. О, это палеточка. Бренд TheSime. Это корейские тени. Здесь четыре оттенка. Коричневый, лавандовый. Вот такой вот для растушёвки самый такой нужный. И сияшка. Очень интересный. Тут всё на корейском. Написано Made in Korea. Оттенок называется Muff Letter. Прикольно. Классно. Спасибо. Реально круто. Вот, собственно, вся посылочка. Ну, слушайте, прикольно. Мне такое нравится, потому что ты не знаешь, что внутри. И человек-то знает мои потребности. Потому что мы общаемся, дружим. И она тоже разбирается в косметике, неплохо красится. У меня, конечно, нету её разрешения там показывать её макияжи или ещё что-то. Но просто я сама это понимаю. И мне кажется, она бы и сама могла бы завести канал. Было бы прикольно чем-нибудь обмениваться мнением. Или что-нибудь там вместе снимать. Мне очень приятно. Я вообще не дождалась дня рождения. Я прям захотела сейчас это всё открыть и посмотреть. Но я заново всё сложу обратно. Потому что я хочу эту коробку протестировать. Потому что тут, в принципе, есть всё для какого-либо макияжа. То есть, вот есть спонж. Можно нанести тон. Припудрить лицо вот этой вот кистью. И воспользоваться вот этими кистями, чтобы сделать макияж данной палеткой. Есть тут различные карандаши. Там можно стрелки сделать, губы накрасить, ресницы оформить. Городье прикольно. Тут ещё уход вот есть. Ещё и пожрать можно. Тут у меня конфеты. Короче, прикольно. Спасибо большое. Ещё можно нарядиться и быть самой модной. И вообще. Ну просто прикольно. Ещё ватные диски есть. Чтобы плакать и радоваться. Спасибо. Мне очень-очень приятно.